Виноград девичий вызывает очень много споров у садоводов. Кто-то считает его сорняком, а кто-то прекрасным декоративным растением. Давайте прямо сейчас обсудим все плюсы и минусы данного растения. Ну и конечно попрошу вас сразу поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски о декоративных деревьях и кустарниках. Виноград девичий еще его называют пятилисточковый. В ландшафтном дизайне заработал славу жизнестойкого растения. Давайте прямо сейчас остановимся на его плюсах. Первое, что хочется отметить, это устойчивость к отрицательным температурам. Виноград переносит как зимние морозы, так и устойчив к возвратным заморозкам. Еще что хочу сказать, он не нуждается в укрытии в Московской области и в более северных регионах. Следующий пункт это быстрый рост и надежное прикрепление. Но здесь я могу сказать, что это можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Все зависит от вашей изначальной задачи. Представляете, лиана за один сезон способна увеличиться в размере почти в два раза. Ей потребуется всего лишь три года, чтобы оплести полностью объект, возле которого она растет. Причем лиане для этого не нужна специальная опора. Ею может служить забор из сетки рабицы или стена дома. Кстати, в чем самый большой плюс? Очень часто скрывают хозяйственные постройки с помощью девичьего винограда, потому что он максимально быстро разрастается. Следующий пункт, за который так ценят садоводы виноград девичий, это его декоративные качества. Пожалуй, у него нет конкурентов, которые способны также быстро создать пышную ажурную крону. Осенью листья винограда приобретают ярко-багряный оттенок, если растут на более солнечном месте. В случае, если вы посадите его в тени, то листья будут иметь более зеленый оттенок. Теперь поговорим о практической пользе девичьего винограда. Один из самых интересных фактов, он способен вытягивать влагу. В Московской области почва суглинистая, и наверняка очень многие из вас сталкивались с сыростью и образованием плесенью в доме. Так вот, виноград девичий способен решить эту проблему. Если обсадить дом по периметру, то он, как насос, начнет качать воду из фундамента. Самостоятельно он растет, не требуя никаких поливов, а как раз за счет той влаги, которую забирает. И еще хочу разрушить один миф о винограде девичьем, что он способен разрушить фундамент здания. Так вот, корни у винограда хоть и мощные, но они растут в сторону свободной почвы, не затрагивая здание. Ну и еще один плюс этого растения, его неприхотливость. Оно нетребовательно к качеству грунта и также устойчиво к болезням и вредителям. Единственное, чем вам стоит запастись, это секаторами и ножницами, потому что, как я уже сказала, виноград девичий очень быстро разрастается, и если вы хотите сдерживать его рост, то придется его подстригать регулярно. Кстати, на нашем канале есть другие видео о том, как ухаживать за другими деревьями и кустарниками с подборками рекомендаций от экспертов. Если вы только начинаете свой путь в садоводстве, то рекомендую обязательно вам заглянуть в эти подборки. Ссылку для быстрого перехода оставлю вот в этом углу и в описании под этим видео. А теперь поговорим об использовании винограда девичьего в ландшафтном дизайне. Благодаря пальчатым резным листьям лиана образует плотную и одновременно рельефную поверхность. На протяжении всего лета преимущество девичьего винограда заключается в изысканной форме листвы, а осенью появляется цветовой эффект. Именно осенью с наступлением холодов листья приобретают сочный багряно-красный и бордовый окрас. А также на растении появляются и сине-черные ягоды, которые очень декоративно смотрятся. Но они в своем составе содержат шевелевую кислоту, которая не съедобна для человека, но очень привлекательна для птиц. В последнее десятилетие очень часто стал появляться на участках девичий виноград. Самая простая в исполнении опора, способная красиво представить девичий виноград в саду, это шпалера. Опорой может служить металл или дерево. При этом следует учитывать, что масса лозы достаточно велика, когда разрастется, поэтому сразу делайте стойкую опору. Очень эффектно в вашем саду будет смотреться арка, увитая девичьим виноградом. Ее располагают как самостоятельный элемент или устанавливают над дорожкой. Чтобы успешно реализовать свою задумку, опять же обращу внимание на прочность конструкции. Ну и чтобы ваша арка выглядела живописно, потребуется проводить регулярные стрижки. Девичий виноград широко используется для оформления перголы. Чтобы полностью увидеть всю беседку, потребуется 3-4 года. Зато в такой уютной беседке, полностью обвитой виноградом, вы сможете скрыться даже от проливного дождя. Часто используют виноград также для декорирования балконов и террас. Смотрится очень живописно. Причем для этого даже не обязательно высаживать виноград именно в землю на улице. Его можно разместить во вместительной катке или лотке прямо на балконе. Но опять же хочу обратить ваше внимание, что виноград очень быстро разрастается. Поэтому вам нужно заранее продумать стратегию его формирования. Очень часто виноград девичий используется именно в вертикальном озеленении, но редко кто говорит об использовании его в горизонтальном озеленении. И сейчас я хочу подробнее остановиться на этом. Особенно оправдано его появление на каменистых ракариях или альпийских горках. Там, где другие растения будет сложно высадить. Посадочные ямы для горизонтального озеленения делают на расстоянии 45-50 сантиметров друг от друга, закладывая по 2-3 черенка в каждую. В ландшафтном дизайне виноград девичий успешно сочетают с другими культурами. Например, очень эффектно будет смотреться клематис с его яркими цветами на фоне девичьего винограда. Единственное, на что хочу обратить ваше внимание, что клематису требуются хорошо освещенные участки. Сейчас пару слов об уходе за девичьим виноградом, а перед этим попрошу вас подписаться на наш канал, потому что мы создаем крупнейший профессиональный канал садовой тематики в ютубе. Я рада знакомству с питомником растений Экоплант. У него есть растения на все вкусы и это самые популярные редкие виды, а также всевозможные породы деревьев и сорта кустарников. Благодаря им мы можем наслаждаться красотой как на даче, так и в городе. Желаю вам искренних успехов и интересных творческих идей. Ваша Тамара Глоба. Дикий виноград одно из самых неприхотливых растений, поэтому уход за ним не отнимает много времени. В основном он сводится к формирующей обрезке лишних побегов и фиксации их в нужном направлении. Раз за сезон, примерно в апреле-май, производят санитарную обрезку, удаляют все сухие и больные ветки, а также вносят в почву азотсодержащие удобрения. Что касается полива, то растению достаточно той влаги, которую почва получает в виде осадков. Если же лето слишком засушливое, то можно произвести 3-4 орошения. Дорогие подписчики и зрители нашего канала. Кстати, почему зрители? Если вы еще не подписаны, обязательно сделайте это, потому что на нашем канале есть видео о том, как ваши любимые звезды ухаживают за своими участками, какие они деревья там высаживают и с какими трудностями сталкиваются. Ссылку на эти видео оставлю в правом верхнем углу и в описании под этим видео. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. В нем мы рассмотрели, как используют виноград девичьям вертикальном и горизонтальном озеленении, а также немного поговорили о уходе за ним. Если это видео было вам полезно, поставьте нам лайк и подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски о декоративных деревьях и кустарниках. И, кстати, если у вас уже есть опыт выращивания девичьего винограда на своем участке, обязательно поделитесь им в комментариях. А с вами была Софья и питомник растений Экоплант. До новых встреч!